всем привет сегодня мы с вами готовим хлеб очень вкусный и ароматный кто отгадает какой у нас сегодня хлеб ромашковый с добавлением отвара ромашки я заварила простой ромашковый чай вот я взяла 5 пакетиков и заварила на 400 грамм кипятка теперь сюда добавила 30 грамм дрожжей и 30 грамм сахара и дала немножко это все постоять дальше теперь нам понадобится с вами весы муку я тоже хочу взять не просто белую а жернового помола добавляем 7 грамм 9-процентного уксуса и 12 грамм соли сахар у нас уже там есть теперь будем добавлять муку сколько у нас тесто мы еще не знаем сейчас будем смотреть добавляем муку 500 грамм я пока добавила сейчас я попробую его размешать жерновая мука она очень полезна в ней сохранены все питательные вещества поэтому в последнее время я стараюсь покупать у нас магазинах появилась великолепная мука зеленым лин она очень вкусная и ароматная так добавляем еще руки 500 грамм это мало так 700 грамм муки и теперь мы добавляем 50 грамм растительного масла так ложка нам уже не сильно помогает выкладываем наше тесто и сейчас будем попробовать месить в чем в итоге я взяла 700 грамм муки теперь нам надо хорошо вымесить наше тесто оставить его для подъема на 2-3 часа за это время надо обминку сделать пару раз сделать обминку сейчас немножко еще добавим и будем вымешивать вымешивается очень интересным способом чтобы нам нужно развить клейковину я конечно не сильно разбираюсь в жерновой муке должно быть больше клейковины растут растут сейчас мы с вами все это тесто и начинаем вымешивать таким способом тесто сначала липнет к рукам и к поверхности но чем дольше мы будем вымешивать тесто становится очень ароматная и интересной такой структуры она становится тягучая нежная посмотрите она уже на глазах приобретает какой у него интересный цвет мало того что мы добавили жерновую муку а мы еще добавили отвар ромашки поэтому у теста просто какой-то неповторимый вкус и запах но вкус мы попробуем завтра сегодня у нас посмотрите какое красивое тесто посмотрите какое великолепное тесто она хорошо уже отходит и от стола и начинает отходить от рук но месим еще минуты 3-4 миску смазываем растительным маслом выкладываем наше тесто накрываем полотенце и ставим в теплое место и ждем приятного аппетита и